В центре Запорожья попали две российские ракеты. Погибли 13 жителей, в том числе 8-месячная девочка. Дом почти полностью разрушен взрывом. Сумасшедший грохот, все летит, все трясется, ужас нечеловеческий. В коридор вышли по стеклу. Квартира разбита, все разбито. У сына лицо разбито. Очень страшно. Хочется всех россиян уничтожить. И чтобы они такое же испытали на себе. В конце марта еще одна российская ракета попадает в девятиэтажный дом. В октябре после ракетного удара полностью рушится подъезд жилого дома на центральном городском проспекте. Тогда погибает пять человек. Я очень переживаю. Мне очень жаль, что погибли молодые люди на четвертом этаже. Мы их знали. Я их знала лично. Мне очень жаль. Сирены в Запорожье гудят почти без перерыва. С начала года в городе звучит около трех тысяч воздушных тревог. За это время жители слышали почти 400 взрывов. Российскими ударами повреждено более 600 зданий. В том числе исторических. А с начала полномасштабного вторжения в Запорожье разрушено 11 многоэтажек. В этом году их начали восстанавливать. Семь за счет средств госбюджета. Остальные за счет бюджета города. В один из домов вскоре смогут вернуться жильцы, говорят в мэрии. Сегодня все работы идут. Сегодня все работы идут. То, что связано с четырьмя домами, которые в софинансировании с городским советом восстанавливаются, они под нашим пристальным контролем. Работа идет в соответствии с графиком. Сегодня мы уже видим, что один дом практически готов, чтобы мы отдали его жильцам, чтобы они здесь уже жили. В июне по вине российских оккупантов в Запорожье произошла экологическая катастрофа. Из-за подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции уровень воды в Днепре упал почти на 5 метров. Когда дамбу подорвали, спустя день вода уже отошла на метров 30. И так постепенно она отходила. Обмеление привело к разрушению природного комплекса национального парка «Великий луг», куда входили орнитологические заказники, нерестилища рыбы и региональный ландшафтный парк. Однако неожиданно принесло ценные находки археологам. На обнажившемся дне Днепра ученые обнаружили несколько древних судов, в том числе выдолбленную из ствола дерева лодку, возраст которой около тысячи лет. Старинные якоря, средневековое оружие, греческие амфоры, керамические и бронзовые изделия, которым более шести тысяч лет. Это просто маленькая-маленькая часть. Мы не ожидали такого количества находок. В целом массовый материал – это кости. Массовый материал – много керамики. Керамика разная, она разных периодов, разных культур. Тем временем запорожские волонтеры весь год продолжали помогать украинским воинам. В мастерских и дома изготавливают маскировочные сетки, печки-буржуйки, боевые дроны, одежду. Я сейчас буду сшивать штаны на оверлоке. Это очень быстро. В гараже запорожской филармонии организовали производство окопных свечек. Парафин готов, можем заливать. А на кухне филармонии ее сотрудники пекут пирожки, которые передают на фронт. Сделали 100 тысяч пирожков. Минимум было у нас 600 за сутки и максимум 1200. Реакцией на российское вторжение и постоянные обстрелы стало желание запорожцев избавиться от российских топонимов и имен культурных деятелей в названиях городских улиц. Проспект Маяковского, улицы имени Серова, Беринга, Герцена, переулок Глинки и подобные – отголосок колониальной имперской политики царской России и СССР. Так идеологи режима формировали унифицированное культурное пространство, говорят историки. Сейчас в Запорожье идет процесс деколонизации. Почти 150 улицам дали новые или вернули исторические названия. Украинцы начали процесс дерусификации и деколонизации украинских городов, украинского пространства и Украины. Сегодня на повестке в Запорожье 300 улиц, которые нужно переименовать. Рождество и Новый год Запорожье встречают с традиционным праздничным атрибутом – главной городской елкой. Но открыли ее в декабре не на площади, а в одном из самых больших городских бомбоубежищ из-за опасности ракетных атак, чтобы российские агрессоры не смогли испортить праздник. Это символ несокрушимости нашего города. Несмотря ни на что, я считаю, у нас должен быть праздник. Наши дети должны получать подарки. А мы должны улыбаться, потому что ради нас, ради наших улыбок стоят наши военные на фронте. Елку украсили шарами с украинскими узорами, древними символами. Их вышили запорожские мастерицы. Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья. Для телеканала Freedom.